Харикришна, дорогие предыдущие, сегодня прочитаем стих из Шимадбхагаватам 2.1.6. Ома гьяна тимиран да ся гьянаджа на шалака я чакшуран гитам яна тасмай ши гурапэна маха ши чайтаням ану бештам стапитам яна буталэ сваян рупака дамах ям дадати сваподантикам намам вишну бадая кришна прештай буталэ шимады бхакти видамта свами нитинамине намасте сарасваты девы гауравани прачарине нирвишеша шуньявади паштятя дешатарине джайши кришна чейтанья прагунитянамда ши адвайта гададхара шри васадьи гурабхактавринда Хры Кришна Хры Кришна 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 Харри ХариХари Рама Хри Рама 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 Горей, горе. Я покажу экран. Шима Бхагаватам 216. В прошлый раз мы читали стих 215. Продолжение этого стиха, следующий стих. Этаван санкхья йога бхьян свадхарма париништхая джанма лабха парах пумсам анте нарайна смрити. Этаван санкхья йога бхьян свадхарма париништхая джанма лабха парах пумсам анте нарайна смрити. Этаван все эти санкхья исчерпывающим знанием о материи и духе. Йога бхьян владением мистической силой свадхарма своими обязанностями париништхая полным овладением. Джанма рождение лабха награда парах выше пумсам человека анте в конце нарайана о личности бога смрити память. Перевод. Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о личности бога. Я спрошу. Нормально слышно, да, все? Хорошо. Хорошо. Прочитаем еще перевод. Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и Духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о личности Бога. Найвища досконалість людського життя, якою намагаються досягнути, овладеваючи докладним знанням про матерію та Дух, розвиваючи містичні сили, щоб бездоганно виконуючи визначені обов'язки, в кінці життя пам'ятати про Бога-особу. Здесь размер стиха, так же ануштуб. По восемь слогов в каждой паде. И характерная особенность этого размера то, что первая и третья строка имеют вот такую структуру. Слабый слог, сильный-сильный. А последние четыре слога. Слабый, сильный-сильный, четвертый любой. А второе и четвертый пады, последние слоги. Слабый, сильный-слабый. Я все не выделял, просто выделил. Вот здесь нужно, чтобы был слабый, сильный-сильный. Вот есть. Слабый, сильный-сильный. Четвертый тоже слабый. И здесь слабый, сильный-слабый-сильный. Может, напомню, почему это сильные слоги. О, э, ай, ау. Они всегда сильные. Например, здесь э тоже сильное гласное будет. А потом, если после, например, как после и. А, также долгие. Долгая а, долгая и. Они будут тоже сильные. Но здесь и короткое. Почему она тогда выделена как сильная? Потому что после нее идет две и более согласных. Если после гласных идут две согласные, то этот слог, которому принадлежит гласная, он будет сильным. И во второй, в третьей и четвертой паде тоже видим, что вот структура как бы правильная. Сильные, слабый-сильный-сильные слоги. И тут тоже слабый-сильный-слабый-сильный. Вот. Первое слово — это ван. все и эти это первое про подсказал, что это значит. Я бы сам не догадался. Это ват. Вот. Я слово — этот. Но это как «Бхагават» и «Бхагаван». «Санхья», «Йога», «Бхъям». А здесь тринвана, то есть третий падеж — «Кем», «Чем». Это творительный падеж. И здесь мы видим, что число двойное. «Йога». «Кем? Чем?» «Санхи» и «Йогой». Если бы это было... Сейчас я открою. Я, наверное, закрою табличку. Если бы это было единственное число, вот как «Рамабхъям», было бы «Рамена». «Рамена». Насколько я понимаю, было бы «Йогена». «Кем? Чем? Йогой». Но здесь это сразу применено к двум словам. И «Санхья», и «Йога». Поэтому тут такая форма. «Свадхарма» «Бареништхая». Тоже «Кем? Чем?» Выполнением своих обязанностей. Здесь склоняется только вот последняя часть «Бареништхая». тоже «Кем? Чем?» стоит тоже в Творительном падеже, но уже единственное число. И это слово «Ништхая». Это женского рода, заканчивающаяся на «А». Короткое. И у него такое склонение. «Пареништхая». Ну, у нас есть только для длинного. «Надья». Тут «Пареништхая». Я, кажется, тут, если не ошибаюсь, а это для «И». Потом для какого-то другого слова. Посмотрю. «Пареништхая». И «Паре» это приставка. Ну, здесь переведено как «Полным». Я в интернете нашел только другое. Вот нашел «Паре», как что-то там «Около» или вроде. Может, «Диджикамина Промыслей» что-то не так там поправите по поводу там «Пареништхая». «Пареништхая». И это слово в третьем падеже единственном числе будет вот так звучать. А так оно как было бы «Пареништха» от «Ништха». Полное овладевание своими обязанностями с Вадхармой. Джанма Лабха. Джанма рождение Лабха награда. Здесь в первом падеже единственного числа. Парах высший и «Пумсам». «Пумсам» это родительный падеж во множественном числе. «Чей». Получается, это слово мы не проходили, но насколько я понял, я смотрел в словарике. Вот, например, мы не знаем какого рода слово, к примеру, «йога». Можно открыть. смотрим, «йога», «юнион», «коннекшн». Мужской род, заканчивающийся на можно применить к нему потом вот какие-то правила, склонения. Также, «ништха» я смотрел, «пумсам». «Пумс». «Пумс». «Пумс» я вот смотрел сначала там «пумсам», что-то вот мужской, но не было как бы его изначальной формы. Вот изначальная форма похожа «пумс», то есть мужской род, заканчивающийся на «с». мы проходили только средний род, заканчивающийся на «с», например, как «раджас». И «раджас» во множественном числе родительный падеж, вот тоже «раджасам», тоже «а-сам» с длинной «а». и здесь тоже видим «пумсам», может «раджас», «раджасам». Тут тоже «пумсам». Я тоже надеюсь, если что-то неправильно, то движеговинда пробуй меня поправить. «Пумсам», то есть «чья высшая награда?» «Чья?» «высшая награда?» «Чья?» «Человеческого рождения?» «Анте?» «Когда?» Можем потом прочитать из «Бхагавадгиты 8.5». Там «антакале?» То есть «в конце времени?» «Антакале?» Здесь просто «анте», то есть «в конце». Изначальная форма «анта», но в местном падеже это будет «анте», как «рама», «раме», насколько я помню. «Рама», «раме». Отвечает на вопросы «где?», «когда?», «в ком?», «в чем?» Местный падеж. «Нарайна смритихи». «Нарайна смритихи» «Памятование о Нарайне». Смритихи – это женский род, заканчивающийся на «и». Мы проходили только там, где «и» долгое, но я посмотрел вот в той табличке, которую у нас в группе мы скидывали. Есть для «и» краткой, также женского рода. Будет «бхактихи», как и «харихи». Для мужского рода то же самое. То есть это просто первая форма, то есть первый падеж именительный в первом числе. Если попробовать связать, ну в принципе в переводе, по-моему, вот все прям как бы... Да, конечно, это опять не в таком порядке, как в стихе. Вот так фактично. «Высшее совершенство человеческой жизни Джанма Лабха Парах Пумсам, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, Сангхи Йога Бьян, либо овладев мистическими силами, Йога Бьян, либо в совершенстве исполняя переписанные обязанности, Свадгарма Пари Ништая, состоит в том, чтобы в конце жизни анте, помнить о личности Бога, Нараяна Смрити». Здесь тоже нету глагола, но, похоже, глагол это «асте», то есть «есть», как «асту», «асту», «есть». То есть «высшее совершенство», Джанма Лабха Парах Пумсам, «есть» Нараяна, антенна Нараяна Смрити, которая достигается... Также, простите, вот слово «этаван», кажется, я вначале уже сказал, то есть «редкие», «существенные», относится к Джанма Пумсам, то есть к человеческому рождению. Вот. Можем прочитать комментарий. Можем по несколько предложений прочитать по очереди движек, можно вас попросить начать, если вам удобно. Нараяна – это личность Бога, трансцендентная к материальному творению. Все, что создается, поддерживается и в конце концов уничтожается, находится в пределах Махаттатвы, материальной субстанции, и называется материальным миром. Однако, бытие Нараян, личности Бога, не подчиняется законам Махаттатвы, и потому его имя, форма и качество также не подчиняются законам материального мира. Браджики Шворкруб, может, вам будет удобно прочитать. Можем совершенством можно достичь, либо занимаясь эмпирической философией, которая учит, как отличить материю от Духа, либо овладев мистическими силами, позволяющими в конце концов попасть на любую планету во Вселенной и за ее пределами, либо выполняя религиозные предписания. Однако, в любом случае высшего совершенства достигает только тот, кто находится на ступени Раяна-Смрити, то есть постоянно помнит о личности Бога. Раяна-Смрити, 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 Сможете прочитать. С удовольствием. А подняться на эту ступень можно, только общаясь с чистым преданным, который доведел к идеологическому концу трансцендентную деятельность гьяни, йога или карми в рамках конкретных, предписанных шастрами обязанностей. История знает немало примеров людей, достигших духовного совершенства. Один из них Сан-Акади-Риши и девять прославленных йогендер, которые достигли совершенства только после того, как посвятили себя преданному служению Господу. Спасибо. Так, кто еще есть? Может, Абхинанды на праву вы прочитаете? Тут уже до конца комментарий. Но никто из преданных Господа никогда не сворачивал с пути преданного служения и не обращался к методам гьяны или йоги. Любой человек хочет достичь совершенства в той деятельности, которой занимаются. Здесь сказано, что таким совершенством является Нарайя на смрите. И потому каждый должен приложить все усилия, чтобы достичь его. Иначе говоря, нужно так перестроить свою жизнь, перестроить свою жизнь, чтобы постепенно обрести способность всегда помнить о Личности Бога. Кришна, спасибо большое. Такой важный стих Шрила Парупада его очень часто цитирует. Вот это антенна Райяна смрити. Очень часто можно прочитать в комментариях. И я вспомню сразу стихи из Бхагавангиты из 8 главы 8.5 и 8.6. Можно просто тоже прочитать хотя бы санскрит-перевод этих стихов, потому что они, мне кажется, прям в эту тему очень так. Тот, кто в конце жизни покидает тело помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Можно даже чуть-чуть я прочитаю комментарий. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь, чистейший из чистых, поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово смаран. Оскверненная материя душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, развить в себе сознание Кришны надо с самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить Кришну. А для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять махамантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Гаре, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Гаре. И может еще следующий стих. Ям-ям ваписмарам бхавам тьяджать анте калэварам там-там эвайти каунте я садатат бхава бхавитаха О, Сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Здесь говорится о смене состояния бытия, которое происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего. Однако не следует полагать, что такого же результата может достигнуть и тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись очень серьезно. Как в момент смерти сохранить надлежащее состояние ума? В связи с этим очень поучительная история Махараджи Бхараты. Он был великим преданным, но умирая, думал об олененке и в следующей жизни получил тело оленя. После смерти он, помню, всю свою предыдущую жизнь, но, несмотря на это, был вынужден родиться в теле животного. Безусловно, мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют характер его мыслей в момент смерти. Так еще в этой жизни мы творим свою будущую жизнь. Тот, кто живет в гуне благости и постоянно думает о Кришне, сможет вспомнить о нем и в свой последний час. Это позволит ему обрести трансцендентную природу Кришны. Если человек поглощен трансцендентным служением Кришне, его следующее тело будет трансцендентным, то есть духовным, а не материальным. Поэтому, чтобы в конце жизни достичь высшего состояния бытия, лучше всего повторять Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. В каждом комментарии Шилапарупада. Махамантра. Не показалось так очень к теме этого стиха. Вот, какие мысли возникали у человека в течение жизни, это определяет его мысли в момент смерти. То, что было в прошлом стихе Шотовья Керти Тавья Часмартовья Чичхатопа Я. Чтобы всегда воспевать деяния Кришны, его имена, качества, слушать о них и памятовать. И тогда в момент смерти мы тоже сможем помнить о том. Я слушал лекцию Шилапарупада на этот стих и там тоже комментирует и приводит интересную историю о том, что ну, вы все знаете эту историю, просто повторю. один ученый, он ехал из Калькуты домой, где-то в Бенгале, это бенгальская история, его подвозил лодочник, этот ученый, он спросил его, а ты знаешь, что это за звезды? Нет, господин, я же простой лодочник, откуда мне знать, что это за звезды? Значит, ну, спросил, ты знаешь, что такое астрология? Нет, нет, я не знаю. Значит, 25% твоей жизни впустую, дома не плывут дальше. А ты знаешь, что это про геологию, качество, свойства воды, земли, их строение, структура? Нет, господин, откуда мне знать, я просто простой лодочник, значит, 50% твоей жизни впустую. И тут небо затянули, такие черные тучи, поднялся ветер, лодку начала качать, началась буря, и лодочник спросил этого ученого, господин, а вы умеете плавать? Нет, не умею. Значит, 100% в вашей жизни впустую. Вот, что если мы в конце жизни, там Шилл Прабхана говорит, если в конце жизни мы не помним о Анаране, то чем бы мы не занимались, это все будет просто впустую. Возможно, приятно, что-то есть, что дополнить, сказать по этому стиху. Еще есть время. может, Афинанда, на пробу, Диджагамин, на пробу, что-то приправу, что-то скажете. Спасибо, Антикришна, замечательное пояснение. Да, стих вообще очень программный. А вот там пумсом, мужского рода, ну или вот сейчас по слову. Ну, насколько я понял, да, мужского рода. Если я правильно понял, что вот пумс, это его основная форма, то вот здесь написано, что это мужской рода. Ну, еще-то показалось, что-то говорил, другое что-то. Не знаю, Диджагамин, это правда может. Словарная нулевая форма пумс в 1.1 в именительном падеже это пуман, тоже часто используется в Багаватан. Соответственно, здесь это пумсам, это людей, это в 6.3 родительный падеж множественного числа. Да, как-то иногда не знаешь, какое слово там по-моему падежу, в смысле, какая его изначальная форма, поэтому не можешь определить там падеж, точно там род. Не знаю, я вот этой программкой пользуюсь, то есть сайтом Learn Sanskrit, там можно там подсмотреть какого рода. Ну, еще эта табличка падежей, которую тоже Диджагамин пропускит в PDF, там где много. В женской и средней род там разные окончания есть. Недавно увидел такой инструментарий онлайн для определения падежной формы. Вводим, нужно ввести падежную форму, только в определенной кодировке, она сразу показывает какой падеж и число. Я поделюсь, я выложу в группу. будет очень полезным всем. У меня вопрос, можно? Да, конечно, не тебе надо, я вам простите. Я хотел спросить, например, есть разные определения людей, Ману, Джан, Мпунцы, какая-то разница проводится между этими значениями словами? Двиджу, Калинфру, можно попросить вас ответить? Не знаю, не знаю. Сам можно было бы сказать, Манушья нам уверен. Я уверен. Похоже, что в частности Манушья это последователи Ману, то есть по сути дела это те люди, которые следуют за Ману или законам Ману. Похоже, это те люди, которые исполняют свою Дхарму. А вот, так сказать, по определению, если это через Ману, то, похоже, зависит от этого. Умсам Я не знаю, может, кто-то скажет, может, Двиджу Гвинда праву скажет, что это означает, какова этимология этого слова. Умс. Отчего это пляж это определение? Ну, то есть, так же, как личность можно определить по фамилии, имени, отчеству. Это означает через определенную династию, через имя это данное прирождение, а отчество это по отцу через отца. В общем, так же и здесь похоже. Это определение через какие-то понятия. Двиджу Гвинда кругу. У меня вопрос. Что такое пумс? Что это означает? То есть, похоже, у вас интернет похоже отказал. Похоже, что ману это означает те, которые следуют ману в адгарме, то есть, законом пумс. Что это означает? Какова этимология? Сейчас открываю словарь, чтобы не быть другого словом. сейчас. Я имел ввиду, что как человек, например, определяется по фамилии, имени, отчеству. Например, по отчеству это через отца он определяется. Фамилия это принадлежность к определенной династии или к определенной деревне в Индии. Имя это то, что дано родителям при рождении. А пумсам что это означает? В словаре Мангер Вильямса читаю мужчина, человек, человеческое существо, человечество, слуга, душа, живое существо. Вот такие основные значения. Пумс, пуман. Это словарная форма пумс, но пуман это именительная поддержка. То есть похоже это более широкое понятие чем Ману. Сейчас я посмотрю. Ману это Манушья по-моему. Манушья человеческий характер, знакомый человек, существо, муж. Вообще говоря, значения словаря Мангер Вильямса очень-очень похожие, но их меньше. Мне кажется, что пумс более широкий, более широкий спектр. Может быть, это вообще относящийся к живым существам. Не хочу спекулировать. Прочитать то, что вижу в словаре. постараюсь выяснить что-то по этому поводу. на самом деле это интересный вопрос. Меня всегда интересовало, что означает Ману. Относится ли это к полубогам так же? Относится ли это к людям просто? Потому что Ману дающего дающего дгарму. И вот интересно. Или это означает ли это также нецивилизованные какие-то люди, которые не следуют никакой религии или не следуют ведической религии, не следуют дгармы. Просто меня давно интересует, что такое Манава в этом контексте. Манава это множественное число от Ману. Ману разумный человек. Словарь говорит разумный человек, не просто человек. Ману это тот кто сейдж, мудрец. Да, Это я как раз именно виду, что Манава это относится к Ману и тот кто придерживается закона Ману по сути дела дгармы. Думаю, что да. Манава это множественное число от Ману. Ману непростой человек. Это точно. это celebrated personage, representative man, father of the human race. То есть Манава это продвинутые люди. Ну вот это я имел ввиду как раз. То есть Манава это означает те, которые следуют варнашину по сути дела. А остальные это уже что это? Манушья и пумс скажем так. Хорошо, спасибо. Постараюсь узнать еще добре может поговорить с каким-то сэскритологом. А вот интересно, Манава полубоги относятся они к Манава или нет? Потому что непонятно. ну вообще вот этот текст из Падма Пураны в котором перечисляются 8 миллионов 400 тысяч видов жизни там говорится вот эти 400 тысяч видов жизни это Манушья нам то есть относящиеся к Манушье даже то есть имел или полубоги Манова это человеческие формы но можно ли их назвать Манава Ну да непонятно Не знаю А Джана это кто-то родился получается буквально переводит Джана Создан тот кто создан живое существо человек то есть буквально но глагола Джада тот кто принял рождение буквально да тот кто принял рождение да тот кто принял рождение то есть это получается Джан пожалуй да Джана относится ко всем живым существам но ману и ману и манушья пумс относятся к человеческим формам и ману похоже к продвинутым человеческим формам а поруша порушат тогда то есть тоже ну это уже конкретно наслаждается да поруша более-менее синоним пумс так я считал поруша мужчина человек да поруша практически синоним пумс я смотрю даже значение словарно очень похоже но это относится к обычным что липурушам если поднявшим рождение человеческих вы на мазархфарм уже где жогвин допробу да да реклесно а вы в Ужгороде да я в Ужгороде да реклесно а вот Абинанда Прабу в чате высказал пан Канджангри Прабу отвечал на вопрос относится к 400 тысячам похоже формам это те кто имеет две руки Хрифришна спасибо вам за такое интересное обсуждение спасибо Нитянандар за вопрос интересный наверное будем заканчивать уже 8-10 спасибо спасибо всем собравшимся приятным Хрифришна Хрифришна хрифришна